Привет! Это Reborn! На канале Ванту, на моём любимом канале Ванту вышел новый ролик, называется он, короче говоря, спецэффекты в реальной жизни, и я удивляюсь, насколько парни продуктивные, потому что предыдущий видос у них выходил, наверное, пару дней назад всего, и вот уже новый вышел прям очень быстро. Давайте его посмотрим, надеюсь, он будет такой же весёлый, как и предыдущие их ролики. Погнали смотреть! Короче говоря, спецэффекты в реальной жизни. Угу. Сегодня была суббота, я был посуду и смотрел какой-то офигенский фильм. Офигенский, это, по-моему, Трансформеры 5, и я бы не сказал, что они офигенские. Помню название, мне плевать на сюжеты, актёрский состав. Больше всего мне нравились... А, нет, это уже они Трансформеры. Спецэффекты. Как же круто всё это выглядит. Если честно, это было ужасно, а это уже Перси Джексон пошёл. Чё-то как-то много, много слишком фильмов у тебя, или ты одновременно смотришь три фильма. Молнии и взрывы. Я поставил кино на... Это уже было что-то другое. Паузу на минутку отвлёкся и посмотрел вокруг. Здесь пыль, там плесень, всё как-то уныло и серо. В жизни, к сожалению, таких спецэффектов быть не может. Да ладно. Серьёзно? Ну, типа, когда идёт дождь, молния, ну, ты посмотри, мне кажется, там гораздо будет, ну, гораздо красивее. Или может. Загуглил, возможно ли спецэффекты в реальной жизни. Первая ссылка была с рекомендацией посетить псих... Нормально. Это чё, реклама сайта The Question? Психиатра. Это такой намёк? Точно намёк. Психиатр. Медицинский работник, занимающийся проблемами психики. Прям фортануло, да? То самое слово, которое ты искал, чтобы вписать его в сканвордик. Я налил чай, сел за стол и продолжил смотреть фильм. Добавил сахара. В кружке что-то внезапно... Я ж, блядь, прошу прощения, испугался. Красиво выглядит, кстати. Дымом взорвалось. Я в шоке сидел и не понимал, что это было. Неужели это не сахар, а какой-то опасный химический состав? Да вроде нет. Тогда что это было? Слышал какой-то страшный звук за окном. Поднялся со стула и выглянул наружу. Ужас. Там было черта новая. Нормально. Блин, что? В небе над ним летел огромный метеорит. Я тут же стал набирать рому. Поставил фильм на паузу и в ту же секунду страшный звук прекратился. Снова выглянул в окно. Метеорит и след простыл. Он улетел. Люди внизу как будто ничего и не замечали. И уже не черта нова, да? Слышал, что Рома в телефоне уже давно поднял трубку. Я сказал, что набрал его случайно и сбросил вызов. Капец. У меня галлюцинации. Мыло лицо. Дышал свежим воздухом. Все было в порядке. В таком случае пойду досматривать фильм. Запустил его. Не прошло и пяти секунд, как я услышал звуки из комнаты. Это была монетка. Что за дичь? Вошел в комнату. Ничего не происходило. Может, эта кошка шумела? Не найдя ее взглядом, решил поискать внимательней. Сделал несколько шагов и комната куда-то поплыла. Понимал, что происходит. Она деформировалась. Ой, а мне аж плохо стало. Хватит, пожалуйста. Все вокруг начало трястись. Минутку. Это не галлюцинации. Просто спецэффекты из фильма перенеслись в реальную жизнь. Я направился обратно на кухню. Забавно. Я тоже хочу такой макбук. Поставил кино на паузу и все в тот же момент нормализовалось. Офигеть. Я могу это контролировать. Нет, правильно тебе написали, а тебе пара к психологу. При этом, какие бы изменения не произошли, поставив кино на паузу, все мгновенно вернется на свои... А найди какое-нибудь кино, где там все нахрен взрывается. Думаю, будет плохо. Поэтому я снова запустил фильм. Космические баталии. Огромные динозавры. Где? Ну нам-то покажи. Нероятные порталы. Это и многое другое не происходило в моей квартире. А, ну ладно. А я уж понадеялся. Сейчас мы увидим порталы в реальной жизни. Зато передо мной пролетела кружка. Ну хотя бы так. Затем открылась петербург. Внутри находился огромный город. Я хотел было... Это, наверное, люди в черном, да? ...отойти, рассмотреть его повнимательней. Но тут в кухню вошел Рома. Лишь бы только он ничего не испортил. Он наклонил голову, и из его шеи выросла еще одна... Я стал угорать, потому что одна голова хорошо, а две еще лучше. Он протянул руку, и я протянул в ответ. Но Рома потянулся дальше, и она достала до холодильника. Он открыл его, и достал палку колбасы. Палку выкинула колбасой на кор... Какой абсурд! Вернулся к обычному своему виду и спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что смотрю на спецэффекты в реальной жизни. Он дал мне номер хорошего психиатра. Нормально. Это такой намек? Точно намек. Психиатр. Вот какое слово было правильным в той передаче. Рома испарился прямо в воздухе. А я отправился дальше смотреть спецэффекты. Слева зажегся огонь. Ха на квартире. Я пожарил соседку. Справа ударила молния. Я зарядил от неё телефон. И вот у меня уже 100%. Нормально. Нифига себе, он даже так может? Пил спецэффекты шикарные. Да-да, огонь-то потуши. Плохо будет потом, ну. Захотел в туалет. Не стану телепортировать сюда унитаз. Пошёл сам. Через каких-то считанных два часа вернулся обратно. Тут происходил кошмарный беспредел. Часть комнаты сгорела. Я же тебе сказал, нужно было потушить огонь. Другая часть покрылась ль... Вряд ли это из-за огня. Дом. В полу была здоровенная дыра. А это возможно. Только небо откуда? А, я бы напугался. Но сейчас пойду поставлю фильм на паузу, и всё будет как прежде. А фильм на паузе? Пришёл на кухню. Ноутбук парил в воздухе. Я подошёл к нему и ужаснулся. Ноутбук давно разрядился. Я не знаю, чё смеюсь. Увидел, как из прихожей на меня движется шаровая молния. Вина приближалась всё ближе и ближе. Я закрыл глаза. Конец. Ну, а пока я мажусь кремом от ожогов, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и... Лайк однозначно видос заслуживает. О, очень классно. Они всё сделали. Прям офигенно. И поработали над спецэффектами. Мне понравилось. Ну, и как обычно, шикарный их абстрактный, странный юмор. Не знаю, как вам, друзья. Мне очень понравилось. Ну, а если вам понравилось, то ставьте лайк под моим видосом. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.